так всем привет друзья давайте проверим слышно или видно меня можете плюсануть в комментариях отлично сегодня я хочу с вами поделиться инсайтами с тренингами которые я ездил вот это было на байкале на острове альхон в течение двух недель я проходил получается две программы татьяна мужицкой это зеркало и шахматы это телесно ориентированные тренинги с нлп практиками упражнениями по мышлению по ограничивающие убеждения и про тело да про то как соответственно работать с состоянием вот и сразу скажу что на этом тренинге я дал раз десять на то есть там за последние пять лет я практически вообще по мне плакал вот на этом тренингами прям прорвало поэтому тренинг мощный у меня рядом лежит тетрадочка с моими сайтами вот сейчас буду этими сайтами с вами делиться вот и в конце тренинга я вам сделаю предложение да потому что это непосредственно относится к цели того зачем я ездил на тренинг до чтобы себя так немножко прокачать вернуть состояние потока вот и с новыми силами запустить масштабный проект вот может быть из вас тут уже про это слышал вот я его готовил не один месяц с партнером сашей вот поэтому буду рад если вы естественно присоединитесь к этому масштабному продукту вот начну с чего цель моего моей поездки на этот тренинг была непосредственно как я уже сказал ну поработать с собой на потому что ну все мы жили да там пережили большие трудности кризис да там ну не буду углубляться и говорит про то что так все знают вот и я решил сделать себе такой вот месячный такой рефреш да там обновление вот и нисколько не пожалел потому что очень классно реально было там нас было 55 участников вот это как я уже сказал байкал остров альхон то есть атмосфера была очень крутая было значит было были качественные крутые упражнения и помимо татьяны там было еще 300 тренера в общем начинать делиться инсайтами ну они может быть немножко сумбурно буду да вот можете записывать день вы себе там тетрадочку вот или за телефон как вам удобно и так первый сайт доверять телу телу сюда тело всегда говорит правду что здесь имеется ввиду что чтобы человек не говорил да там словами языком ртом да то всегда смотрите на тело на реакцию тела то есть на его движение мимику лица физиогномику значит какие-то микро выражения тела да именно там правда что тело никогда не врет мы не можем контролировать тело даже если мы пытаемся это делать но мы как-то вот где-то вот проявим себя да и и соответственно крутые нлп практики мастера люди которые работают спецслужбах да еще в принципе психологи да там люди работающие в сервисе и с людьми они умеют это делать ну как минимум цыганки это умеет делать да то есть считывать именно вот вот эти микро выражение лица и тела зачем вам это нужно не только для того чтобы манипулировать и понимать людей но и понимание себя отклик своего тела потому что башкой вы можете говорить и думать одно а тело думает и реагирует по-другому и соответственно тело важнее на потому что мозг может подвести любую херню и любую философию под любую задачу вопрос да то есть если вам даже неудобно некомфортно вам что-то не нравится вам нравится человек вам не нравится работа которую вы делаете вам неудобно некомфортно в той ситуации которого находитесь и ваш мозг может вам продать какую-то херню дошу тип все нормально окей потерпим тело никогда не врет вот если вы будете научаться связаны видеть свое тело там связаны вот есть разные моторные поля так называемую на пусть тело может двигаться там вот так да то вперед назад есть эти точки эти центры центры движения да то есть центр движения голова центр движения плечи центр движения связано этот грудь кисти руки ноги стопы колени да это все моторные поля там этот бедра и попа да это все моторные поля центры моторные и каждый моторный центр моторный моторный поля отвечает за определенные эмоции и у каждого человека не разные на то смоторные поля главное они разного то у меня например я выяснил что меня колени и у меня колени включается тогда когда мне хочется движение какого-то то есть что-то как тут я вот не поседливый да там я очень активный человек вот и когда у меня включается активизируются колени, то все, у меня как бы меняется состояние. При этом, когда я нахожусь в оппозиции, или у меня конфликт какой-то, внутренний либо внешний, то у меня включаются кисти рук и локти. Такие моторные поля, моторные центры. У кого-то, например, из участников тренинга, это бедра и попа. Причем очень забавно было, когда, например, опять же, к тому, что это неосознанно мы делаем. Когда девушка описывала, что ей хочется поменять профессию, найти мужчину. И у нее тренер спрашивает, какой мотор на поле сейчас у тебя активизируется, какой отклик тела у тебя идет. Она говорит, что, наверное, голова, она думает, а при этом руками она держится за задницу. Она говорит, что голова, наверное, и трогает свою жопу. Как бы вот это про это, что у большинства людей голова и тело, они рассинхронизированы. То есть мы даже не понимаем, не слышим свое тело. И для того, чтобы слышать, понимать свое тело, есть очень классное упражнение, которое называется ощущение, чувство, мысли. Вы можете себе поставить, например, на телефоне приложение, которое рандомно будет вам сообщать о том, что... Ну, то есть оно берет, пиликает или вибирует и задает вопрос, какие у вас сейчас ощущения, чувства, мысли. Вот именно это упражнение в рандомном порядке, несколько раз в час или в день, как вы хотите. Оно будет вас учить быть более осознанным и понимать свое состояние, свое тело. Как оно должно делаться? Значит, ощущение, чувство, мысли. Первое, вы сейчас спрашиваете, какие у вас ощущения в теле. И вам сначала будет трудно, потому что вот если я сейчас вас спрошу, какие у вас ощущения в теле, вы будете мне говорить вообще не ощущения в теле. Вы будете мне говорить эмоции, мысли свои, переживания, какие-то там, но не ощущения в теле. При этом ваш язык, описание ощущения в теле будет очень бедным и скудным. Это нормально, потому что вы этим не занимались до этого. Когда вы научитесь это делать, именно считывать ощущения, то есть где конкретно, вы можете сказать, мне комфортно, это ни хера не ощущения в теле, потому что не может быть 100% тела, все в комфорте, тогда вы дохлые, наверное. Ощущения в теле, это значит, у меня расслабленные плечи, немножко напряжена, жопа, мне некомфортно сидеть, у меня болит палец на левой ноге. Вот это ощущения. То есть конкретно вы тыкаете в каждой из своих частей тела и спрашиваете себя, как там конкретно я ощущаю себя. Дальше, как только вы ощущения свои описали, дальше вы приходите к чувствам. То есть какие эмоции вы испытываете по этому поводу. То есть вот ощущения вы считали, что у вас там напряжены плечи, причем у большинства людей это нормальное явление, когда у вас там плечевой сустав напряжен. То есть вы там как вот так вот ходите с горблем, вот так вот. Ну это все психосоматика, естественно, что вы там на себя навесили кучу всяких дел и задач. Ну как минимум нужно это считать, что да, у меня сейчас напряжен плечевой сустав. Да, вот это вот. То есть, значит, какие эмоции я по этому поводу испытываю, что почему меня напряжено, да, что какие сейчас у меня эмоции. Эмоции, может быть, страх, переживания, там еще что-то. При этом еще важный инсайд, что должна быть градуированная шкала эмоций. Потому что большинство людей, знаете, какие эмоции? Охуенный либо пиздец. Да, то есть вот две крайности, черная и белая. Да, вот. Ну как бы это неправильно, потому что наш язык русский богатый. Очень большое количество градуентных состояний. То есть между охуенный пиздец есть еще, как минимум, 50-100 состояний, которые вы просто не можете описать. А что не названо, то не существует. Именно поэтому у людей либо жопа, либо охуенно в жизни. Потому что это НЛП в том числе. То есть как вы описываете свое состояние? Какими словами? Немножко напряжен, или там возбужден, воодушевлен. Не знаю, куча этих слов. И они все разные. Разные оттенки. Это все равно, что жить в черно-белом мире. Если вы дизайнером или дизайном занимались, вы знаете, что как минимум существует 256 оттенков. То же самое с эмоциями. Эмоции все разные. Можете сейчас в гугле вбить положительные и отрицательные эмоции. И научиться различать эти эмоции. Потому что они все разные. А если вы себя программируете на охуенно, либо пиздец, или там мне классно, мне не очень, то тогда получается и у вас очень бедный эмоциональный интеллект. То есть вы как бы либо вот так вот будете как маятник, либо в минус, либо в плюс. То есть промежуточных значений у вас не будет. Соответственно, вы расшатываете свою психику, у вас нестабильное состояние. Ну и вообще это напрямую скажется на том, что будут накапливаться какие-то боли в теле. Это все потом вываливается, выливается в проблемы со здоровьем и так далее. Это все оттуда. Соответственно, нужна шкала. Описание мыслей, эмоций. Что с вами сейчас происходит? Как вы себя чувствуете? И последнее, то есть ощущение, чувство сделали. Дальше мысли. Что вы по этому поводу думаете? То есть еще раз, ощущения в теле считали. Дальше, какие у вас эмоции? То есть в каком вы состоянии эмоциональном? И мысли. Что вы по этому поводу думаете? Только так. У большинства как? Только мысли. То есть типа, ну, мне кажется, мне херово. Ну класс. Тебе херово во всем теле? Или как-то в конкретном каком-то участке тела? Какая у тебя эмоция по этому поводу? То есть нужно с этого начинать всегда. Так. Максим пишет. Делал такую упражнялку, чтобы понять, что чувствах есть такая штука, как десятка эзарта. Не знаю, честно, про это, но, видимо, это что-то в ту же тему. Так, дальше идем. Следующий такой инсайт. Вот я интересный такой вопрос записал. Да, значит, многие люди, ну, и участники тренинга, я замечал, да, говорили такую фразу, да, типа, мне некомфортно, мне больно, я не хочу. И вот тренер на это, значит, отвечал, а что вместо боли? Вот охуенный вопрос. Ну, то есть вы сейчас чувствуете некомфорт, вы чувствуете боль. А что вместо боли вы хотите чувствовать? Ну, то есть это фокус внимания. Да, то есть как бы у людей фокус внимания, у большинства на чем? На негативе. Мне хуево, мне больно, мне плохо. Это, опять же, программирование, потому что вы фокусируясь на чем-то плохом, тело тут же реагирует. Наш мозг, он не понимает отличия между, там, нету чего-то или есть. Если вы о чем-то сказали, это есть. То есть если вы говорите мне плохо, значит, вы фокусируете свое тело на боль, и оно протуцирует еще больше боли. Соответственно, спросите, а что вместо боли вы хотите испытывать? Или там, что вместо дискомфорта вы хотите испытывать? Там, а что вместо, там, из-за, там, напряга вы хотите испытывать, да? Смещайте фокус внимания на то, куда вы хотите прийти и что вы хотите ощущать вместо того, что у вас сейчас происходит. Тоже интересна такая фраза. Как тебе идея не чинить себя, а не ломаться? Это уже такой интересный момент. Еще тоже вот фраза, значит, чтобы себя вытащить из болота, сперва нужно себя туда засунуть. Тоже мне понравилось, да? Ну, как многие же хотят, там, выйти из кризиса, из болота, из сложных ситуаций, да? Вот, соответственно, чтобы оттуда выйти, нужно себя туда, в первую очередь, засунуть и, как бы, понять, а как ты туда вообще попал? Дальше. Так. Вообще, вот, тренинг тела, ой, тренинг зеркала, он, как бы, фишка его в чем, да? В том, что каждый из участников тренинга является вашим зеркалом. То есть, например, вот, ну, там было 55 человек, то есть, вот, я и 55 человек, они все разные, абсолютно. То есть, разного возраста, мужчины, женщины, там, разного профессии, да, там, разного достатка. И, как бы, прикол в том, что все эти 55 человек – это мои зеркала. То есть, все эти люди отражают что-то, что есть во мне, потому что именно это я и замечаю. И неважно, мне это бесит, триггерит или мне это нравится, в любом случае, это во мне есть, если я это замечаю. Ну, вот. Я даже в тетрадке выписал, ну, не все 55 человек, конечно, но вот основных людей, которые вот меня триггерили, как-то я с ними взаимодействовал, да, там, коммуницировал, вот, и выписал, что, соответственно, меня в них триггерит. Я прям даже называл, то есть, например, вот эта девочка, она мое, там, не знаю, там, недержание, нетерпение, да, потому что вот это уж я могу, там, говорить не в попад. Вот этот мальчик, он, там, мое бунтарство, там, вот эта женщина, она, там, не знаю, там, мой бизнес, там, это моя энергия, там, это, значит, мое творчество и так далее. Очень прикольная, классная штука, и я вам предлагаю тоже это делать, например, там, в вашем коллективе, там, на улице, среди друзей, спросите себя внутри, какое это зеркало для меня, то есть, что оно мне сигнализирует, что оно отражает для меня, да, то есть, например, вот мне дают обратную связь, причем разную, да, так мне, как спикеру, как поучу, консультанту, маркетологу, да, то есть, кто-то во мне видит бунтарство, это значит, в нем... Слышно меня? Ты что-то... Теперь да. Спасибо. Вот. Так, так, да, значит, соответственно, кто-то во мне видит бунтарство, да, то есть, это значит, что у человека либо есть это бунтарство, и он видит, как бы, похожесть во мне, либо он не принимает это бунтарство, и его это триггерит, да, или кто-то там мне говорит, Макс, ты материшься. Что это значит? Это значит, что человек себе не позволяет тоже материться, и у него это болит, эта тема, потому что если у него эта тема не болит, ну, как бы, ему будет похер, матерюсь я, блядь, не матерюсь, какая разница. То же самое, как, знаете, вот фраза, у кого что болит, тот что, тот о том и говорит, да, ну, например, вот если меня назовут пидором, я вообще не обижусь, даже не замечу, потому что, ну, как бы, я-то знаешь, я не пидор, понимаете, и при этом я нормально отношусь к, там, всем, там, геям, там, лесбиянкам и так далее, то есть, у меня эта тема не тригерит, она мне не болит вообще. То есть, вот, может, видели, там, покрасил волосы в розовый цвет, купил себе розовую кофту, мне прикольно. Я решил вот так вот себя проявить. Там были, конечно, шутки, что я там сменил половую принадлежность, да, ну, мне похер, честно. Мне это вообще не, ну, как, не цепляет. Соответственно, ну, как бы, вот отслеживайте, да, то есть, что вы видите в других людях и почему вас это цепляет, да. И это реально очень крутая штука, если вы начнете это осознанно делать, потому что можно принять решение, если я что-то вижу в этом человеке, меня это тригерит, может ли это быть точкой роста моей, да. То есть, могу ли я это в себе улучшить или в себе это убрать, да, там, или там, что я себе не позволяю делать, что хочу позволять, там, и так далее, да. Потому что, еще раз, если есть эмоциональный отклик на какое-то проявление человека, значит, ну, это важно для вас. И спросите себя, почему это важно для вас, да. Опять же, ощущение чувства мысли. Вот, знаете, человек сматерился. Вы такие, блядь, ну, чувствуете какой-то дискомфорт. Окей, где дискомфорт в теле? Какие у вас ощущения по этому поводу? Какие у вас мысли по этому поводу? Все, и каждый раз, когда вы будете это делать, вы будете понимать, что с этим потом, ну, там, менять это, да, там, усиливать, отказываться от этого. Дальше идем. Так. Вот еще интересный инсайт я записал. Есть задача, а есть ощущение. Очень крутая штука. Значит, в чем тут смысл? Было упражнение, где, значит, нас поставили в пары. Причем попросили выбрать человека, который максимально вам не хочется с ним в паре быть. Вот я, значит, выбрал женщину такую, очень, значит, дерзкую, авторитарную. Она громкая, наглая. Ну, как бы я вот ее выбрал, да, потому что, ну, с кем бы я хотел. С нежной, красивой, там, доброй, мягкой женщиной. Я специально выбрал вот такую, агрессивную. Я начал с ней там танцевать. Было упражнение танцевать вместе. И она мне дает обратную связь. Тебе говорит, Макс, значит, весь процесс танцев был для меня тяжелый, потому что ты, говорит, деревянный. У тебя, блядь, движения какие-то такие все очень скованные, жесткие и так далее. Вопрос, как вы думаете, почему она дала такую обратную связь и правда ли это? Вот как вы думаете? Ну, естественно, я ответ вам скажу. Не то, что я охуенный танцор, просто почему она так отреагировала, как вы думаете? Так, вы можете говорить? Может, она сама телесная так ощущала себя? Всем привет. Да. И что еще может быть? Слушай, я думаю, что ты с ней скованно себя чувствовал, может быть, еще. Ну, потому что давление это чувствовала я. То есть, да, я реагировал на нее. То есть, как бы, изначально это она себя так, ну, проявила. И я был реакцией на то, как она, соответственно, себя, ну, ведет, да. Плюс, так, сказала правду, потому что ты ей сам не нравился, ей было не напряжено сказать, как есть. Ну, возможно, не знаю, там, как бы, есть разные причины, как бы, вывод в чем? В том, что, встав с другой партнершей, я получил диаметрально противоположную обратную связь. Что я гибкий, что я мягкий, что я классно танцую, что со мной очень приятно и комфортно. Как бы, тут вывод какой, что... Что такое танец? Да, вот, ну, как бы, простое упражнение танец. Ведь танец – это же взаимодействие двух объектов. А взаимодействие двух объектов – это отношения с мужчиной и женщиной, да, то есть, ваши романтические отношения. Это отношения в работе. И, посмотрев на контекст танца, как себя человек ведет в танце, можно сделать вывод о том, как он себя проявляет в отношениях и в работе. Как бы, потанцевав с этой женщиной, я понимаю, что, ну, она всегда хочет быть главной. Она хочет быть авторитетом, да, как бы, она хочет управлять. А в танце, ну, как бы, я не хочу быть вторым номером, да, как бы, я привык... Ну, если я мужчина, я танцую женщину, да, как бы, ну, может, я, конечно, там, что-то не так говорю, но, по-моему, во всех танцах так, да, в большинстве хотя бы. И, как бы, мне было некомфортно на второй роли, поэтому я, естественно, зажимался. Как бы, и плюс она сама была жесткая и такая вот, типа, авторитарная, как бы, я реагировал на это. И, как бы, в чем смысл инсайта, что есть задача, есть ощущение, что очень часто мы забываем про ощущения, ставя задачу, например, в отношениях, да, типа, вот в отношениях, там, да, мужчина зарабатывает деньги, он старается, он, значит, ходит на работу, не уделяет время жене, значит, приходит, там, заругается на нее, но у него же благая цель, у него же благая задача, там, обеспечить благополучие своей семье. При этом забиваются хуй на ощущение. Соответственно, что важнее, задача или ощущение? Ну, то есть, вы бы танцевали с человеком, ну, как бы, да, у вас цель, не знаю, выиграть Олимпиаду или просто хорошо потанцевать. Но вам некомфортно друг с другом. Так, ну, будете ли вы продолжать танцевать с таким человеком? Нет. В партнерстве, да, цель классно, заработать деньги. Если вам некомфортно, блядь, друг с другом в партнерстве, получится ли хорошее партнерство, быстро ли вы придете к результату? Нет. Поэтому ощущение, опять же, важнее. То есть, как вы ощущаете в связке себя с этим человеком, да, комфортно ли вам, хорошо ли вам, да, и уже потом идет цель, задача. Потому что если вам хуёво, то, ну, задача либо не выполнится, либо выполнится тяжело с треском, либо долго, да. Так. Дальше. Значит, очень прикольный такой инсайд по поводу, опять же, цели полагания и фокуса внимания. Значит, вот отследив то, как люди говорят, лично я заметил, какую вещь, что действительно люди, они фокусируются на том, что они не хотят, и куда они не хотят прийти или приехать. И очень классный, значит, пример Таня привела с навигатором. Значит, вы же, ну, как, вот представьте, вы, значит, сели в машину и такие, я не хочу ехать в аэропорт Череметьево. И дальше вам навигатор говорит, маршрут построен. Оно так и происходит с мозгом. То есть, вы говорите, я не хочу туда попасть, я не хочу в эту проблему, там, я не хочу там такие, в такую ситуацию попадать. И вы туда попадете, потому что мозг, он не понимает негативной коннотации. Он просто берет как факт. Вы сказали, он об этом думает, и все пространство, соответственно, к вам подходит, чтобы реализовать вашу хотелку, да, ваш запрос. Именно так оно и работает. Ну, как бы можно это, там, описать с точки зрения психологии, можно с точки зрения, там, эзотерики и так далее, да, но это работает. Так. Так. Есть ли вопросы, потому что я сейчас рассказывал, пока вам еще следующие моменты. Да, вот нашел. Значит, по поводу подарков. Это прям вообще, меня, блядь, бошку взорвало. Ну, реально, вот, ну, вы же все дарили когда-то кому-то подарки, правильно? Да, там, или хотели сделать что-то приятное. Вот, как бы, прикол в чем? Давайте так, плюсаните, если вы сталкивались с тем, что вот вы дарите подарок кому-то или делаете кому-то приятно, и человек как-то хуево на это реагирует, либо вообще не реагирует, то, как вы ожидали. И вы такие, блядь, я же старался, я же старался, типа, как так, типа. Вот, сейчас я расскажу, почему так происходит. Не потому, что человек мудак, или там дура, или там, значит, что-то с ними так. Нет. Тут, как бы, прикол в чем? В том, что первое, что нужно сделать, это ввести человека в правильное состояние. Вот есть два состояния, две категории, да, то есть, ну, крайности. Инь и Ян, да, то есть, по сути, вокруг этого весь тренинг и построен. Ян – это активность, мобилизация сил, это достижение целей, это, значит, вот это вот движение, проактивная позиция. Инь – это спокойствие, это единение со Вселенной, это комфорт, и там нету целей, там нету задач, там только ощущения. То есть, Ян – это задачи, решения и делания. Инь – это ощущения, да, это вот спокойствие. И вот перед тем, как дарить подарок кому-то или делать кому-то приятно, введите человека в состояние инь, то есть, смажьте человека. Ну, как, например, да, это происходило. У нас было упражнение, где я рыдал, как сука просто, вот серьезно. Ну, потому что, там, значит, ну, понимаешь, там была мантра, там вводили людей в определенное состояние, то есть, Таня рассказывала, значит, несколько историй, которые, сука, блядь, до слез просто. Ну, там, например, там, ну, одна из историй, например, муж, когда был в аэропорту, решил подарить жене духи, значит, он пришел выбирать духи, значит, ну, он же, блядь, не разбирается в духах, но он хотел жене сделать приятно. Значит, он там ходил по аэропорту, но я сейчас вкратце рассказываю, не так, как Таня это рассказывала, да, потому что, ну, как бы, понятно, что там это все с эмоциями, там, значит, с деталями и так далее. В общем, он выбирает духи, потому что как он выбрал? Ну, он подумал, что жена у него любит цветы, она любит красное, и он вот как-то вот выбрал, там, значит, какую-то красную упаковку с запахом цветов. Едет, кстати, к жене, приходит и говорит, жена, вот, я тут тебе, значит, решил подарить духи, держи. И она вот, опять же, да, вот, тело никогда не врет, и она вот так вот ебало делает, типа, вот, и как бы муж понимает, что что-то не так. И она говорит, слушай, ну, у меня такие духи уже есть, как бы, че ж ты, блядь, не спросил меня и не написал, когда ты был в аэропорту. Напишите цифру один, у кого такое похоже было, да, как бы, ну, ситуация такая вот. Я так сережки подарил жене, которые не понравились, в Иркутске купил с камнями зелеными, привез, и мне точно так же скривили мордочку. Да, и, как бы, вот, как надо было сделать, да, как бы, и прикол-то в чем, цена подарка, на самом деле, вообще не важна. Важна упаковка эмоциональная, да, то есть тот месседж, посыл, который вы делаете с этим подарком, а многие пытаются откупиться подарками, то есть вместо того, чтобы смазать эмоциональную вот упаковку создать, подготовить человека, они такие, блядь, да нахуя мне париться, держи, блядь, себе пятый, там, десятый айфон, там, или мерседес, да, вот так мы делаем, потому что нам лень, нам, или мы не умеем это делать, да, соответственно, как нужно было сделать, нужно было приехать и ввести жену в состояние инь, сказать, жена, ты знаешь, мы были в аэропорту с мужиками, у нас было 10 человек, это было, значит, мои там коллеги, и они решили пойти в паб бухать, но я не пошел, потому что я подумал о тебе, да, там, и решил, соответственно, не пробухать там два часа там в аэропорту, а, соответственно, что-то тебе найти, какой-нибудь подарок. Я не разбираюсь в духах, но я подумал о том, что так, как ты любишь цветы, красный цвет, вот, я решил вот купить эти духи как в качестве того, что мне важно тебе было что-то перевести, ну, то есть вот так вот как-то подвести к этому, все, блядь, подарить, и все, блядь, другой эффект будет, понимаете, а как мы дарим, на, блядь, держи, да, и как бы, почему я рыдал-то, блядь, потому что, ну, вот, я вспомнил о том, что сколько мне родители, там, мама, папа дарили, это были недорогие подарки, то есть я помню именно какую-то мелочь, да, там, нельзя, там, мне папа, там, этот, ручку подарил, мама мне привезла, там, человека-паука, там, да, там, я очень любил, там, в детстве смотрел эти мультики, там, папа со мной гулял, там, или, там, делал со мной, там, замок из бумаги, блядь, вот это я помню, а не компьютер, который мне подарили, понимаете, и, как бы, вот если у вас так же, тоже можете, там, плюсануть, то есть важна эмоция, что такое подарок, подарок, это определенная эмоция, состояние, которое мы передаем человеку, а не вот это, в нашем, с таким же успехом можно, блядь, 50 тысяч, дать сказать, иди купи себе что-нибудь, вот, для меня это был гигантский инсайт, что я рыдал, блядь, потому что я вспомнил, как в детстве мне все вот это, вот, там, дарили или не дарили, как бы, и я понял, что, блядь, я, ну, я же так же делаю, ну, в плане того, что для меня подарки, это как откуп, да, и для большинства из вас, я думаю, уверен, тоже иногда так бывает, когда вы пытаетесь откупиться, то есть вы накосячили, взяли, подарили, то есть это торгово-рыночное отношение, то бишь херня. Так, дальше. Вот, дальше тоже вот записал хороший инсайт, вы себя как-то проявляете, как-то ведете, и вас не устраивает, ну, результат, эффект от вашего поведения, от вашей жизненной стратегии, да, причем на тренинге я специально себя проявлял на 100%, то есть я хотел протестировать все свои жизненные стратегии, которые у меня были, да, в жизни там, и которые я использовал, я, знаете, какой у меня инсайт, мне просто порвало нахер бошку, значит, до этого я думал, что, ну, конечно, я, конечно, понимал, что это, возможно, оно неэффективно, но оно сколько работает, я думал, значит, я думал до этого, что если я веду себя, значит, агрессивно, по-бунтарски, значит, привлекая к себе внимание, как там кричу, блядь, ору, шучу, то люди меня оценят, заметят и пойдут за мной. Значит, когда я два дня себя так проявлял, ну, как мудак, условно, да, там было упражнение про лидерство, значит, нам сказали, кто себя чувствует лидером, встаньте, и вокруг вас должны собраться люди. Вокруг меня, сука, один человек собрался, я думаю, блядь, ну, то есть, как бы вот, я понял, что, да, ты привлекаешь к себе внимание, но тебе не доверяют, когда ты так себя ведешь, тебя боятся, да, там, ты отталкиваешь людей таким образом, я начал менять свою стратегию. И я, значит, решил вместо того, чтобы акцентировать внимание на себе, я решил внимание акцентировать на группе, да, то есть, какой вклад в группу я могу сделать, тренинговый, да, то есть, я там, значит, начал проявляться творчески, то есть, я там играл на барабанах, когда там, значит, хотелось там музыкальное какое-то сопровожение сделать, я покрасил там, значит, стены, там, значит, там убрался на территории, что-то приготовил, как бы, и люди начали меня замечать и говорят, Макс, пизда, так круто, классно, супер, там, начал там на гитаре, блядь, играть, да, и это лучше работает, нежели когда я вот вел себя вот так, как бы, я уверен, что не только у меня такая стратегия была, но она, сука, неэффективная, и слава богу, что я там это понял и поменял ее, да, потому что, ну, она не просто так у меня образовалась, да, как бы, у меня были тоже свои там моменты, там, и с родителями, там, и я был жирный в классе, да, как бы, то есть, оно, естественно, имеет какую-то причину, почему она образовалась, эта стратегия, но в социуме она вообще не работает, вот, то есть, исходя из той цели, которая у меня была, а цель у меня была не для того, чтобы всех, блядь, оттолкнуть от себя и бить белой вороны, да, наоборот, чтобы, там, у меня, ну, я привелся как лидер, за мной шли, и, соответственно, эта стратегия жизненная, она неэффективна для этой цели, может быть, для другой цели она эффективна, да, я не буду вообще от нее отказываться, потому что, ну, во мне это есть, иногда я это буду использовать, но, если цель, соответственно, там, другая, да, то есть, я буду другую стратегию использовать, да, вот, как бы, вот такой у меня инсайд, ну, мне, мне вскрыло голову, реально, и, причем, очень интересно еще, к середине тренинга, ой, ну, да, к середине, значит, у нас было упражнение про иерархию, то есть, значит, нас выстраивали в линейку по принципу, значит, кто круче, главнее и кто лидер, и вот, когда я начал по-другому себя проявлять, меня поставили в первый ряд, ну, то есть, там, в первую пятерку, то есть, для меня это было, ну, как, отклик от группы, причем группы-то разные, как я уже говорю, там, мужчины, женщины разного возраста и так далее, вот, в общем, ну, для меня это было прям бум, ну, то есть, прям инсайд, да, то есть, а, еще интересный момент, что я отследил по поводу партнерства, это вообще, конечно, моя стратегия замечательная, в кавычках, значит, что я отследил, когда у нас были работа в группах, в парах, да, причем очень интересно, как это было, значит, нас разделяют по парам и спрашивают, кто из вас лидер, ну, как бы человек должен поднять руку, значит, какие комбинации могут быть, никто не поднимает руку, оба поднимают руку, один поднимает руку, другой на него крит, такой, нихуя себе, ты что, почему ты, ну, то есть, как бы, как это, это же, по сути, показывает то, как вы себя ведете в жизни, причем вам вопрос, вот представьте, два человека, и один говорит, ты будешь лидером, кто из них лидер на самом деле? Кто уступает? Ну, вот два человека, значит. Тот, который сказал, что ты будешь лидером. Первый, да, 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 то есть тот, кто назначил, то есть тот, кто, тот, по чьим правилам играет, тот и лидер, а не тот, кто руку поднял. И часто в жизни, ну, многие так себя ведут, то есть они специально кого-то назначают лидером, чтобы в него летели все палки, стрелы, и он брал ответственность, если все получается, заебись, мы молодцы, или я молодец, если не получается, ну, ты же, блядь, лидер, вот ты иди, огребай, как бы там, да, и вот такая стратегия тоже есть, и вот они, вот, вроде бы в простых упражнениях, в простом взаимодействии это все вот прям показывается и вырисовывается, очень интересно. Так, что-то еще интересно у нас. Вот, тоже интересный сайт, значит, он записал вопрос. Сковывает ли меня мое представление о себе? Охерительный вопрос. Вот, как вы это понимаете, можете голосом сказать, вот вопрос. Сковывает ли меня мое представление о себе? Как это понимаете? Навешиваю ли я какие-то себе ерунки, которые, то есть, которые определяю, я такой, или я вот не такой. Да, это самая идентификация, то есть, то, как вы себя описываете, оно может либо вас расширять и давать вам возможности и поле для реализации чего-то, либо сужать. И, блин, это же тоже, ну, это же очень крутая штука, важная штука, да, в жизни, потому что, например, вот, я могу себя там, например, я в 16 лет себя описывал как бунтарь, ну, типа, ну, описывает ли бунтарь меня полностью как личность? Нет. То есть, ну, как бы, да, там, какую-то часть меня это описывает, но не всю. Из-за того, что я могу себя считать бунтарем, люди не увидят другие мои черты характера, другие мои проявления, да, как бы, потому что они будут смотреть через призму того, как я себя проявляю, а я себя проявляю исходя из моей идентификации. Люди – это же реакция на вас всегда, вот, это зеркало на вас, это отражение у вас. И то, как вы себя ставите, то же самое, как вот у меня на курсе стратегический маркетинг, да, там, где я учу, там, на консалтинге зарабатывают миллионы в месяц. Я сюда тоже спрашиваю, как вы себя идентифицируете? Вы фрилансер, вы предприниматель, вы консультант, вы бизнесмен, кто вы? И если люди вроде бы понимают, как на консалтинге зарабатывают миллион в месяц, они там ищут клиентов, но при этом они внутри себя считают фрилансером, у них не получится. Как вы думаете, почему? Потому что это атрибуты же определенные, как бы определенное состояние фрилансерское, определенный, даже юмор с этим у него связан будет. Это ядро, и от этого ядра или корни, от этих корней растет все дерево. То есть все ваши проявления, стратегии жизненные, реакции, ситуации, которые вы моделируете, они идут от вашей идентификации. Если вы себя считаете фрилансером и пытаетесь продать как консультант услугу, то вы будете как волк во вещей шкуре, понимаете? И люди будут это понимать, что какая-то неконкурентность у вас. То есть вы не уверены, говорите, вы не уверены в своем продукте, у вас там тело как-то вас выдает, плечи поджимаются, когда вас спрашивают, вы уверены, что вы нам результат дадите? Да, конечно. Да, конечно. Доверите вот такому человеку, который так говорит? Да, конечно. Нет. Или там глаза в пол, да, там, не знаю, еще как-то. Тело всегда выдает, потому что внутри вы, ну, у вас какой-то там конфликт внутренний. Что такое органика, да, чтобы не было конфликта? Это когда то, что вы думаете, что вы говорите, что вы делаете, единое. А дисбаланс происходит из-за того, что вы можете думать одно, говорить второе, делать третье. Ну, вот из-за этого происходят внутренние конфликты у человека, там, апатия, депрессия и надлом личности, да, ну и проблемы. Вот, ну и психосоматика, и там, болезни. Вот, значит, к чему я вам хотел все это рассказать, да. Ну, сразу скажу, что тренинг не дешевый был. Вот, как бы в общей сложности я там на дорогу, на проживание, на сам тренинг потратил порядка 250 или 300 тысяч рублей. Вот, и я сейчас активно решил продолжать саморазвитие свое, вкладываться, изучать, вот, и НЛП, пойду, соответственно, на там практикой мастера, да, там, значит, различные тренинги с энергией работы и так далее, вот. Для чего я все это делаю, да, потому что, ну, как вы уже, наверное, заметили, мне стало тесно в рамках маркетолога. То есть моя ассоциация личностная, то есть по этому пирамиде Дилса, да, то есть моя идентификация, она поменялась. Я больше не маркетолог, друзья мои, я коуч, да, вот. И я к этому всю жизнь шел, мне всегда была интересна психология, и я всегда использовал психологию на своих там и тренингах, и курсах, и лекциях, вы это видите, ну, если следите за мной. Вот, поэтому я решил расширить свою рамку, да. И хочу поделиться этим опытом, который я накопил за все то время, которое я и работал как маркетолог на проектах, как участник на тренингах, там, разными спикерами, вы знаете, там, и Тони Робинс, Аяс, Гондопас, там, Экартоль и так далее. И у меня сейчас большая глобальная цель, возможно, вы тоже про нее слышали, я хочу создать международный тренинговый центр с представительствами в России, в странах СНГ и за рубежом. И мы уже начали это делать, у нас уже есть шесть партнеров. Я вам сейчас не буду продавать партнерство, нет, я просто рассказываю про свои цели. И у нас сейчас есть продуктовая линейка, которую мы, естественно, создали. То есть есть линейка продуктов, тренингов, программ, которые некоторые из вас уже проходили, пишутся книги уже новые, да. То есть первая книга «Борьба за внимание» всем зашла, круто, классно. Я решил продолжить писательство, вот. И, соответственно, я себя спросил. Ну вот, знаете, вот есть книга «Алмазный огранщик», кто слышал. Ну или там «Кармический менеджмент», вот, слышали. Вот в этой книге там задается очень классный вопрос. Значит, вопрос следующий. «Как тебе нести большему количеству людей свою пользу?» Я вот тебя тоже спросил. Вот у меня есть опыт, да, есть какие-то навыки, есть, естественно, возможность людям помогать. Как мне донести большему количеству людей свой опыт и знания? При этом, чтобы всем это было комфортно, чтобы я не надрывался, да, чтобы все получили результат. Я понял, что это клуб, да, вот. И я про этот клуб уже рассказывал давно. У меня несколько было попыток это все создать. Причем не только в этом году. В течение пяти лет я пробовал разные форматы. И последние полгода мы с командой формировали конкретно вот этот вот продукт, клуб по развитию личности, комплексному развитию личности. Почему комплексному? Потому что, опять же, исходя из моего опыта, то, как я выходил из кризиса, да, и как я сделал рост x10, да, я не буду рассказывать свою историю, как я там был в жопе, в долгах, да, там 10 миллионов и вырос. Это все в книге есть, и там в Инстаграме я это описывал. Но ключевое, что я понял, что не может быть так, что прокачивая только бизнес-сферу, у вас не будут приседать другие сферы. То есть они все взаимосвязаны. Чтобы получить результат в бизнесе, в карьере, в деньгах, нужно также иметь в виду здоровье, отношения, духовность, эмоции, да. Кто со мной согласен, можете написать цифру 100, да. Я это ощутил на себе. То есть вот это вот остопиздившее всех колесо баланса, оно реально, блядь, работает. Но с определенными моментами. Да, которые я тоже учел. Не нужно стараться на все 100% качать каждую сферу. То есть для каждого должна быть своя точка сборки. Да, то есть это из Кастанеды, из Вадима Зеланда, из других там, естественно, книг и авторов, которые я читал. И опять же на основе моего опыта и работы с людьми, которые у меня там в мастер-майде, в наставничестве были. И, соответственно, исходя из вот этого всего, у меня создалась база. Не знаю, можете это назвать жизненной философией, можете это назвать инструментами управления жизнью, можете это назвать системой координат для вас. Если вам нравится, если вам кайфово то, как я живу, то есть если вас вдохновляют мои результаты, то, как я там выгляжу, ощущаю себя, то, что я там помимо работы в кайф занимаюсь музыкой, на барабанах играю, на вокал хожу, шахматы, покер, там, значит, бокс, путешествие, там, книги пишу, выступаю, там, вот, если вас все это вдохновляет, хотите также такую же классную, интересную жизнь, я могу поделиться с вами, как я этого достиг. Понятно, что это не моя, там, знаете, там, финальная точка, куда я там пришел. Нет, естественно, я продолжаю развиваться, но если вас вдохновляет то, к чему я пришел, если вас откликается, да, то есть то, как я живу, и то, как у меня все это получается, если у вас откликаются мои там посты в Инстаграм, знаю, мое видение жизни, там, мои программы, которые выходили, я хочу вас пригласить в клуб развития личности, да, причем ценник специально поставил абсолютно приемлемый, ну, по сути, цена такая же, как в фитнес-клубе, да, то есть есть спортивный клуб, куда вы можете ходить, вы там качаете мышцы, со мной вы будете качать голову, энергию, тело, да, вот, сейчас я вам покажу сайт, вот, мне кажется, сайт пиздатый, мы его делали месяц, вот, смотрите, значит, клуб называется маркетинг личности, почему такое название, потому что, ну, как бы я не хотел все равно шлейф того, что я маркетолог, за мной тянется, у меня там есть и крутые кейсы, портфолио, и я подумал, блин, а прикольно было бы подойти к формированию личности, к развитию, как к маркетингу, то есть маркетинг – это что? Это умение себя продавать, это умение формулировать ценность свою, да, там, то есть куча всего того, что можно реально взять и насадить на продвижение личности, это же круто, то есть формирование продукта как себя, да, там, значит, развитие в разных сферах, значит, донесение ценности до целевой аудитории, так сказать, да, там, проявление себя, вот, соответственно, вот такое название. В чем смысл миссии клуба, да, то есть зачем вам туда идти, и в чем, блин, отличие от сотни других клубов? Еще раз говорю, у нас идет комплексное развитие, то есть не только деньги, там, в клубе 500, да, там, или там, в Синергии, у нас и здоровье, и отношения, духовность, и хобби, и эмоции, и все, что реально тоже важно. Программа разбита на 4 блока, да, то есть, как я уже сказал, то есть 4 основные темы, это деньги, здоровье, эмоции и отношения, да, вот я такие 4 блока выделил. В каждом блоке будут разные темы, разные спикеры, в том числе и я, будут кураторы, будут наставники, будут отдельные чаты по интересам, вы будете взаимодействовать друг с другом, а также будут живые кластеры в каждом городе, то есть я уже сказал, что у меня цель в течение года 100 городов, уже есть 6. В каждом городе будет представительство клуба с материалами, да, там, с продуктовой линейкой, с тренингами, я вместе с тренерами буду кататься по всем городам, как минимум один раз в год буду посещать каждый город, давать там программы, тренинги, мастер-классы и разборы. Клуб, он онлайн и офлайн, то есть и онлайн вы занимаетесь, и офлайн, вот. Вот. Ну и, соответственно, тоже выездные ретриты, мероприятия, тусовки, сборы, вот. Вот, в общем, все самое лучшее, что есть на рынке, мы решили все сюда добавить. Какие тарифы есть? На три месяца это минимальный, потому что в течение одного месяца вы только войдете, подпишетесь, ни хера не поймете, результата не будет, поэтому мы взяли минимальный блок три месяца. 6 месяцев, 12, 18 и, соответственно, пожизненно. Вот. Вот такие условия, да, можно в рассрочку, да, вот, соответственно, можете просто сейчас оставить заявку, ссылочку сейчас я на сайт скину, и менеджер вас сориентирует. Вот. Так, сейчас я скину ссылку в чатик. Вот. Дальше. Какая движуха в клубе? Еще раз. Мастер-классы и трансляции, общение внутри клуба с единомышленниками, совместное достижение целей, встречи вживую на мероприятиях, совместные поездки, возможно, стать полноценным партнером крупного клуба. Во, интересная штука. Если кто-то из вас хочет выступать, он коуч, психолог, у вас там есть какая-то экспертиза, вы можете внутри клуба стать действующим активным коучем, играющим. То есть вы можете, так же, как и я, наравне со мной, ездить по тем городам, где у нас есть представительство, и там рассказывать свои лекции, темы, продавать свои услуги и вокруг себя собирать тоже сообщество. Вот. То есть мы создаем экосистему, да, развитие. Основные наставники сейчас три. То бишь я, ну, вы меня уже знаете, я думаю, да, Пикаев Дима, который отвечает за автоматизацию, за маркетинг, он работал с онлайн-школами, да, там у него опыт, соответственно, на этом есть большой. И мой наставник и сейчас партнер Петров Александр. Несколько десятков лет NLP-практики, лидерские программы, психология, консалтинг крупных корпораций. Вот. В общем, классный чувак. Это тоже наставник. У каждого из вас будет прикреплен наставник, будут, соответственно, ассистенты, да, там вот эти, которые будут вам давать задания, проверять, следить за вашим трекингом развития. А никто из вас не будет, никого из вас не будут пушить, насиловать, да. То есть вы в своем темпе можете двигаться, как вам комфортно, да. То есть это не тренинг, это не, знаете, не коучинг какой-то, да, где вас там насилуют, убивают, там, жмут, давай, иди там, или как в БМ, там, иди, достигни цели, или побрейся на лысо. У нас такого нет. У нас плана капкана нет. Все спокойно в том темпе, который вам комфортен. У нас будут сессии, да, то есть мы каждый период времени, там, по-моему, каждый месяц будем проводить общий созвон, где будем общаться, делиться, соответственно, инсайтами, какого-то, что получается. Я буду отвечать на ваши вопросы, и в том числе и другие наши наставники, да, и у вас тоже будет возможность стать наставником, если вам это интересно, чтобы вам тоже была возможность помогать другим людям. В общем, мы создаем вот такую экосистему во всех городах России и за рубежом. Вот, я хочу вокруг себя собрать единомышленников, да, последователей. У меня вообще большая глобальная цель – это создать свою собственную философию жизни. Вот такая у меня большая миссия, которую я сформулировал в этом году. Вот, то есть хочу поделиться пониманием жизни, да, то есть то, как я считаю, можно классно, легко и радостно жить. Есть ли вопросы по тому, что я сейчас вот рассказал, да, то есть по тому, что вообще я вам тут предлагаю, и нахера нам вам надо? Можно любые вопросы? У меня есть вопрос, но не совсем по тому, ну, то, что ты сказал. Я замечаю то, что растет формат клубов. Это тренд такой сейчас или просто что это такое? Что за явление такое происходит? Да, явление очень непонятное. Оно началось примерно пять лет назад. Несколько причин. Ну, первая причина, потому что все задолбались делать запуски. То есть как бы я в том числе. Потому что когда у меня есть там программа, и мне каждые два месяца приходится собирать новую аудиторию, проигрывать, продавать свои курсы. Это дорого, муторно, геморройно и сложно. Вот это первая причина. Вторая причина. После прохождения курсов у людей откат. Или люди там не достигают того результата, который хотели, потому что, ну, если брать даже мои четыре потока стратегического маркетинга, примерно к пятой лекции доходит, бля, 50%. Это не потому что херовый Макс или херовая лекция. Потому что люди забывают, зарабатываются, некогда еще что-то. Они выпадают из процесса. Соответственно, нужна какая-то сопровождающая история, которая помогает человеку находиться в контексте. Ну, как минимум, вы съездили на тренинг, вернулись в свой старый контекст, и у вас все повалилось к чертям. Потому что окружение всегда влияет. И окружение – это реально важно. Ну, как бы мы все слышали про то, что там вы среднестатистическое того, с кем вы общаетесь. Ну, если вокруг вас одни фрилансеры, зарабатывающие 15 тысяч за услугу, ну, вряд ли вы заработаете миллион. А если вы заработаете миллион, вам будет либо ссыкотно и стрессово, и вы будете чувствовать вину за то, что вы зарабатываете, а не нет. Да, как бы тоже мышление пошло. Ну, либо вы скатитесь на тот уровень, который есть, потому что вас будут тянуть назад. Потому что система стремится к чему? К балансу. Это закон Вселенной, закон химии, закон биологии. Система стремится к балансу. Если вы как-то выкорчевываете системы, вас туда все равно обратно посадят. Ну, как бы кому, кто понимает, о чем я говорю, там, особенно в регионах, можете тоже плюсомнуть сейчас, да. Я тоже с этим сталкивался, да. Именно поэтому, видимо, у меня и проявилось вот это бунтарство. То есть, как бы я всегда ломал систему, пытался как-то вот жить то, как я хочу. Да, и получать те результаты, которые меня вдохновляют. Вот. Следующая причина. Сейчас мы все столкнулись с военной операцией, с сложной ситуацией в стране, экономический кризис, Инстаграм заблокировали. Все это повлекло к чему? К тому, что люди хотят живого общения. То есть, до хера сейчас онлайн-курсов, до хера всяких онлайн-марафонов, обучений, вебинаров и так далее. Людей, ну, прямо скажу, заебало все это. Люди хотят вживую, блядь, пообщаться с людьми. Именно поэтому я пошел не в интернет продвигаться, а вживую к людям. Я несу больше пользы, когда я тет-а-тет вот так вот или с группой общаюсь вживую с людьми. Я могу с ними повзаимодействовать, покоммуницировать. Людям всегда нужно живое общение, потому что зеркальные нейроны никто не отменял. Нам нужно вот это вот живое. Если живого нет, ну, люди, соответственно, превращаются в овощей. Ну, и еще несколько причин, ну, если там... Ну, в принципе, общее я рассказал. Короче, людям хочется общения, тусовки, движа, драйва. Людей, с кем можно поделиться. Окружение классное, да. И чтобы это все было в общем контексте цели развития, а не деградации. Ну, и, естественно, ситуация, которая в стране сейчас, да, она тоже повлекла к тому, что люди хотят объединяться. Вот как бы так бы я ответил. Еще один вопрос. Эта стратегия, получается, подходит, создание своего клуба подходит только для больших? Ну, то есть, когда ты уже сформировал свое имя на рынке или для новичков тоже? Ну, никто, никак... Никому из вас не мешает создать свой клуб. Никому из вас не мешает создать свое сообщество. Как бы, ну, просто вопрос цели. У меня цель глобальная. То есть, как бы, у меня цель не 5 человек, 10 человек могу себя поддержать, да. У меня цели 5 тысяч человек за год. И дальше уже 50 тысяч человек по всей планете. Вот, поэтому я хочу создать то сообщество, в котором мне классно и комфортно было бы. С теми ценностями, которые я хочу видеть в людях. Это свобода, любовь, творчество. Вот, я таких людей хочу. Как бы, если люди это разделяют, там, мое видение жизни, мой подход к жизни, блин, только круто. Потому что, ну, это не всем подойдет, да. То есть, я абсолютно не понимаю людей, которые только ебашить занимаются работой. Да, то есть, как бы, ну, для меня это непонятно. Которые забивают на хобби, на здоровье, да, там, на отношения, да, там, не путешествуют, да, только херачат и зарабатывают деньги. Такие, знаете, блядь, ебашить-ебашить, да, как бы, вот это мне непонятно. Я через это проходил, я этого не хочу. И таких людей тоже не хочу видеть в клубе, да. То есть, потому что я хочу комплексное развитие, чтобы вы были счастливыми и классными, а не уставшими и заебанными, да. Что еще мне важно? Что свобода проявляться, да. То есть, у меня нет никаких, знаете, там, предубеждений, там, как должен выглядеть человек, что он должен говорить, как он должен говорить. Я хочу, чтобы вы все проявлялись. И данная экосистема, она позволит вам именно проявляться, да. Творчество. Я сам творческий человек. У меня родители актеры театра и кино. Я пишу книги, я занимаюсь музыкой, да, там, у меня своя группа, пишу песни. Там, у меня жена там рисует. То есть, я люблю творчество. И творчество для меня – это работа с хаосом. То есть, есть порядок, есть хаос. И работа с хаосом – это тоже очень важная штука. Потому что человек развивается тогда, когда он делает что-то новое или создает что-то новое. Да, поэтому творчество – это тоже неотъемлемая часть развития человека. Если человек не занимается творчеством, там никак себя не создает, ничего не проявляет в себе, да, то, ну, это просто обезьянка на работе, которая выполняет какие-то раз-два-три действия. Ну, как бы так я ответил. Ну, и плюс, естественно, мне очень приятно, когда, ну, за последние два года я выступил на 100 конференций в 50 городах. И в каждом городе у меня есть люди, которые меня знают. Я думаю, блядь, а почему бы их не объединить? Ну, серьезно, я вот куда ни приеду, мне говорят, Макс, ты там в Калининграде, пойдем кальян покурим или там пойдем погуляем. В каждом городе так. И мне хочется объединить всех этих людей, разрозненных в одну экосистему, чтобы мы все общались и усиливали друг друга. Вот, ну, как-то так бы я ответил. Так, еще вопросы, если есть. Когда стартует? Вот на днях. То есть я вот решил с вами поделиться, естественно, там и полезностями, и вот презентовать клуб. Там уже порядка 100 человек. Добавляйтесь, движуха уже идет. Скоро будут уже первые лекции, будут программы вывешены, да, там мероприятий. Welcome, пожалуйста, мы всех ждем. И помимо этого будут еще, естественно, живые тренинги в городах. То есть у нас ближайший тренинг будет в Иркутске 30 сентября, потом в Новосибирске, потом планируем в Уфе, в Челябинске, в Волгограде и так далее. Поэтому я настроен серьезно. То есть как бы все, движение запущено, деньги уже потрачены, команда собрана, все, мы это все начинаем сейчас разворачивать. Так, еще есть вопросы? Нет. Так, если вопросов нет, я вас благодарю за то, что были со мной в течение этого часа. Надеюсь, вам было полезно. Можете оценить от 1 до 1000, насколько был полезен контент, который я сегодня рассказывал. Буду рад вас видеть в клубе. Там будет этого контента очень много. Вот так у вас будет голова кипеть от инсайтов, потому что мне много, чем можно, хочу и могу с вами поделиться. Это только один тренинг, я этих тренингов проходил в десятки. И про НЛП, и по психологии, и по развитию, и по бизнесу, и по маркетингу, и так далее. В общем, как-то так. Буду рад вас видеть в моем окружении, в моей экосистеме. Если вы смотрите, следите за моими результатами, результатами учеников, вы увидите, что ребята действительно в моем поле растут. То есть они начинают зарабатывать больше, становиться более счастливыми, понимать, чем им заниматься в жизни. Соответственно, если результат у ребят есть, это уже не случайность, это уже система. Мой подход, мои инструменты работают. Пожалуйста, welcome. Плюс я сделал очень адекватный ценник. Вы знаете, что у меня дорогостоящие продукты. Клуб – это как база. То есть это как точка входа в, соответственно, мою вселенную. Поэтому можете войти, познакомиться с ней и начать развиваться вместе со мной и с той командой, которую мы собрали в виде тренеров, коучей, консультантов и экспертов. Максим, скажите, а курса не будет больше, который у вас сейчас идет? То есть будет только клуб? Какой клуб? По маркетингу у вас? Курсы будут, но это навык. То есть, смотрите, у меня курсы по навыкам, они останутся. Но, опять же, как я уже сказал, навыка не хватает. То есть я могу вам передать навык, но этот навык должен войти в благодатную почву. А если у вас там куча заебов, тараканов, проблемы, окружения нету подходящего, вы не понимаете, как правильно ставить цели, у вас херовое здоровье, у вас нет ресурса, энергии и так далее, как бы это не сработает. И поняв это, помимо навыков, я хочу создать экосистему для людей, чтобы они, изучив навыки, там у меня, у кого-то, они могли это все развивать и масштабировать. Поэтому курсы останутся, но базой будет клуб, в котором будут, соответственно, ребята, заряженные и направлены на развитие. Спасибо. А есть ли рефералка? Да, я могу подключить к рефералке. Напишите, кому это интересно. Я вас там переведу, нашего технического специалиста, он вам все это оформит. Также, кому интересно развиваться в своем городе, все это, то есть и клубы, и наши программы, и зарабатывать на это в среднем, мы посчитали 6 миллионов в год, тоже можете мне написать, если вам это тоже интересно. Вся финмодель тоже есть, об этом было два эфира, кому интересно, тоже могу скинуть, посмотрите, если вы чувствуете, что вам интересно это все развивать в городе. В городе может быть несколько кластеров и клубов, почему? Потому что все кластеры клуба собираются вокруг личности, то бишь вас. И вы не конкурируете друг с другом, потому что вы все разные, и люди будут вокруг вас собираться тоже разные. Наша задача – вам передать материалы, продукты и, естественно, мероприятия проводить в вашем городе. Поэтому, кому тоже интересно, можете мне написать. Так, ну все, вроде как всем все понравилось. Да, вот, естественно, Юля тут наш партнер из Иркутска и Новосибирска, готова принимать новых участников. У нас как раз будут ближайшие мероприятия в Иркутске и в Новосибирске, там будет тренинг XY или нахуя, то есть для рекламы XY, для людей нахуя называется. Вот, там я буду как раз-таки рассказывать про то, как не надо жить, да, и почему нужно начать меняться. Опять же, исходя из моего личностного опыта прохождения таких кризисов жизненных, да, и тех ребят, которые у меня были и в наставничестве, там, в консалтинге и в мастер-майде. Вот. В общем, спасибо еще раз за внимание. Пишите, если будут вопросы. Вот, и ссылочку еще раз продублирую. Вот, буду всех вас с радостью ждать в клубе. Клуб уже стартовал. Вчера мы всех уже начали добавлять, там, значит, регистрировать в системе, в платформе, в которой будем работать, вот, общаться. И сейчас еще продублирую тоже в чатик наш в Telegram. Вот. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok